Всем привет! Вы снова смотрите видео о Малаке. И сегодня я вам расскажу о самом-самом крутом месте, которое только возможно увидеть в Малаке. И это Малакский канал. Он так и называется по имени города Малака. Его построили еще в далеком 16 веке португальцы, потом достраивали голландцы. И он исполнял роль порта и места, где сосредоточена была жизнь государства. Так как и Португалия и Голландия в свое время были в основном морскими державами. В связи с этой же причиной и самые старые постройки колониальных времен находятся вдоль канала. И вначале я вам покажу левую часть канала, а после правую. Кстати, обратите внимание, в Малаке есть наш флаг украинский. А так выглядит правая часть, которую мы посмотрим позже. А сейчас левая часть канала. Это уже современный мегаполис. Его достраивали в наши времена. И он служит портом для современных судов и выходом в Малакский пролив. Сразу видим, что это довольно новое сооружение. Все еще блещет. Молоденькие пальмы, молоденькие деревья. И новый тротуар. Кстати, здесь на дамбе я увидел аистов. Да, это целая куча аистов, которые прилетают к нам летом. А это общий вид на левую сторону современного залива. Я пришел сюда на закате. И вот так он выглядел в момент моего прибытия. Здесь находятся современные отели. А вот уже историческая часть, которую построили португальцы. Вот эту часть мы посмотрим немного позже, как я и говорил. А сейчас научу вас новой игре. Все довольно просто оказывается. Находите какую-то длинную материю. Двое человек и маленький мячик. Ставите мячик внутрь. Внутрь этой материи. И перебрасываете другим играющим. Те другие играющие должны этим куском материи уловить этот мячик и перебросить дальше. Довольно прикольно. И наверное нужно будет такое попробовать дома. А здесь почему-то пожарные вместо того, чтобы набирать воду в машину, выливают ее из машины в канал. Ну а теперь, товарищи, я вам покажу самое романтическое место Малаки. Это правая часть канала. Этот канал разделяет улица Джонкер-стрит. Поэтому я показывал сперва левую часть, она менее интересна. А сейчас вам покажу самую крутую часть, правую. Именно ее строили португальцы, голландцы. Именно здесь сосредоточена была вся жизнь Малаки. И очень грамотно и классно сделан интерьер каждого домика индивидуально. И поэтому каждый дом это уникальное сооружение. И каждому хочется подойти, каждое потрогать, каждое посмотреть. Архитектура вообще не повторяется нигде. Посмотрите как классно. Кстати, этот канал и домики на нем называются еще венецианской провинцией или латинским городком. Например, Мексика. Похоже же. Вдоль канала есть несколько мостов переброшенных. И они также каждый по себе индивидуален и тоже красивые. Они даже, каждый из них имеет свое название, но вот я не запомнил эти названия. Канал, в общем-то, не очень-то и длинный. Если огибать его по периметру, то он где-то максимум 3 километра. Тут есть круизы. Стоит от 10 до 15 ренгит, точно не помню. И большинство туристов выбирает именно круиз. Я вам этого делать не советую, так как на круизе вы не увидите того всего, что вы можете увидеть, пройдя пешком. Так, пешком вы можете пройти сперва по одной стороне канала, а потом, когда будете идти обратно, переходите через мостик и идете по другой стороне канала. И так вы видите все части канала более внимательно и более насыщенно. И вам, думаю, это понравится намного больше, нежели по быстричкам, где-то полчаса занимает экскурсия. Вы пролетите на этом круизном лайнере, так называемом. Вы не будете иметь ни классных снимок, ни видео, ни впечатления. А так, посмотрите. Ведь классно. Посмотрите, как шикарно решен интерьер этих домов. А это, как говорится, ложка дегтя. За огромным забором спрятана темная сторона Малаки. Здесь живут люди, совсем не обеспеченные. Решили проблему просто. Огородили вот таким забором. Но от меня же ничего не огородишь. Нашел щель, всунул камеру и вот вам реальная жизнь людей. Но благо площадь невелика. И снова возвращаемся в сказку. Как видите, большинство домов использованы как кафе. А вот эта многоэтажка. Она уже современная, но посмотрите, как она классно сделана. Да так можно разрисовать все наши дома. И они будут выглядеть сказочно, а не уныло и сера. Здесь же, по правую руку, находится огромный фонтан. А так я решил запечатлеть этот удивительный квартал. Ведь красиво. Сейчас мы подойдем к следующему мосту. Мосты, конечно же, современные. Но посмотрите, как они раскрасили опоры. И от этого мост стал сказочным. У нас же тоже можно такое сделать. Посмотрите. Вообще крутяк. А потом видите еще ночью, как он светится. Ну и мы постепенно подходим к более современной части канала. Здесь уже вы видите высотки. И мостики тоже красивые. А здесь, посмотрите, какая классная аллейка. У нас же такое можно делать тоже. Такое прикольное место я нашел на набережной старого города. Снова высотки. Малако постепенно из одно-двухэтажного мегаполиса превращается в многоэтажные небоскребы. А здесь мне удалось запечатлеть, как два круизных лайнера, назовем их там, назовем их так, извиняюсь, пролетают один возле другого. Ну вот что вы так можете посмотреть. Я думаю, что мало, что вы заметите. А здесь аттракционный центр, но он почему-то не работал. По правой рукой от меня находится огромный отель. Показывать не буду, неинтересно. А эта игрушка, кстати, брала участие в каком-то конкурсе и выиграла его. Сделан полностью из автомобильных запчастей. Довольно круто и классно. Посмотрите, как классненько выглядят эти домики. Это, кстати, полуостров, на котором размещен центр показа для туристов, как жили в Малаке когда-то люди. Но он тоже оказался закрытым. Ну и мы вплотную подходим уже к современным постройкам и мегаполисам. Но это никак не испортило канал. Очень удачно все сочетается. Сперва идут старые постройки, потом средненькие, скажем так. А в конце канала идут уже современные постройки. И все как бы индивидуально, но в то же время и общая картина не портится. Сейчас я зашел на место, куда приплывают лодочки. Посмотрите, кротоны идут по всему периметру здесь. И выглядит очень-очень красиво. Вот. Классно же. И чистота. Везде чистота, люди. А вот это монорельс. По нему, наверное, самое круто будет посмотреть этот канал. Он еле-еле движется. Потом я вам покажу. Ну и вот финишная прямая. Круиза у всех. Здесь уже современные небоскребы. Малака Ривер 2019 еще. Ну потому что я был еще в 2019 году. Ну а такие катера, если вы наймете, то вас покатают уже по Малаксовому проливу. А здесь варан. Ему не повезло. Я его долго доставал, пока снял этот кусок видео. Он тоже, наверное, думал. Блин, задолбал. Ну зачем? Зачем ты меня достаешь? Отстань уже. Он и туда, и сюда. А я за ним, все время за ним. Ну, хотелось показать вам наиболее крупным планом это существо. Ну, это совсем маленький. Сантиметров 30, не больше. Детеныш. Ладно, пойдем дальше. А вот так выглядит заброшенный дом. Природа работает. А вот это вход в этот исторический центр для туристов Мердека называется. А вот, кстати, этот монорельс. Он еле-еле движется, и с него точно можно делать классные и фото, и видео. И при этом ноги не бить. Но я решил таки все обойти ногами. Люблю все обходить своими двумя. А этот флешмоб посвящен жизни. Я думал, это какой-то свадебной церемонии. А здесь все посвящено жизни. Вот еще раз. Монорельс. Современный мост. За ним располагается аттракцион. Ну, а здесь уже современные постройки. Как я вам и говорил, я зашел по левой стороне канала, возвращался по правой стороне канала. Вдоль канала размещены много кафешек. Так вот, бродят по каналу люди. Кстати, обратите внимание на мать и ребенок за спиной. Сколько ему? Ну и вот мы приближаемся к финишной прямой нашей правой части. Очень красиво здесь. Советую обязательно приезжать. Огромное спасибо. Если понравилось, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Напишите, что вам не понравилось и что нужно изменить. Спасибо.